МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже завтра, 4 ноября, в Москве на ВДНХ откроется международная выставка «Форум Россия». Там будет представлен богатый экономический, промышленный, исторический и культурный потенциал регионов нашей необятной родины. Каждый субъект организовал свою экспозицию. Там же сотни, а то и тысячи гостей страны познакомятся с Карачаево-Черкесией. К примеру, наш телеканал отвечает за медийный контент. Давайте ещё раз вспомним, чем богата наша земля. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помимо оздоровительных процедур, туристов привлекают гормолыжные склоны и многообразие удивительных людей. К примеру, у нас климат очень хороший для аллергиков. Во-вторых, у нас очень много физиотерапевтических процедур, при помощи которых мы помогаем людям. То есть они снимают отёк со слизистых оболочек носа, гортани, лёгких бронхов. И таким образом люди оздоравливаются. Помимо оздоровительных процедур, туристов привлекают гормолыжные склоны и многообразие удивительно красивых мест. Таким образом, каждый год Карачаево-Черкесию посещают два миллиона туристов, что в четыре раза больше населения республики. А посмотреть тут и правда есть на что. Архез и Дамбай по традиции считаются самыми востребованными туристическими курортами России. В лыжный сезон они уже многие годы пользуются популярностью у гостей со всей страны и даже из-за рубежа. Впрочем, пройтись по эко-маршрутам, посетить заповедники, насладиться красотой природы и познакомиться с бытом их культурой многонациональной республики можно и в любой сезон года. Потрясающе красивые горы, свежий горный воздух, от которого кружится голова, вкусная еда, национальный колорит, безопасная республика. В общем, есть куча причин приехать сюда, как кататься на лыжах в зимний сезон, так и ходить походы в летний сезон. А в Тибердинском национальном парке можно увидеть краснокнижных зубров. Часть из них живёт в вольерах, другие обитая в так называемой зоне покоя, на территории Архыского участка, куда вход туристам закрыт. Впрочем, животные и сами избегают встречи с человеком. Такое соседство их пугает. Ведь когда-то из-за браконьеров численность зубров стремительно уменьшалась. Хотя ареал их обитания был на самом деле велик – от Болгарии до Норвегии и от Испании до Поволжья. Но к концу XVI века они стали редки. Ну а XX век их практически добил. Чтобы спасти последних диких быков Европы в нашей стране, в том числе и в Карачао-Черкесии, разработали программу восстановления зубра. Тибердинский заповедник, что сейчас преобразован в национальный парк, первых животных, уже внесённых в Красную книгу, привезли в 1968 году. Всего 14 особей. А через 10 лет приняли ещё семерых. Сейчас специалисты отмечают рост популяции европейского зубра. Тому способствует благоприятная и просторная территория обитания. Хорошая кормовая база. Даже здесь, в зоне покоя, когда добывать пропитание из-под снега крайне трудно, животные не голодают. В их рационе всегда есть сено и комбикорм. Сотрудники нацпарка к краснокнижным быкам относятся с предельным вниманием. Как результат, зубры начали приносить приплод до семи телят. Такого даже в советские времена не было за целый год. Наша республика славится и уникальными архитектурными памятниками. Ощутить дыхание веков, исходящие от этих древних стен, можно в посёлке Нижний Архиз. Нижний Архизские христианские храмы – самые древние на территории России. И подобных этому комплексу по возрасту и разнообразию в нашей стране просто нет. Три сооружения первой четверти X века, построенные византийскими мастерами, северные, средние и южные храмы, где последние самые малые, до сих пор действующие. Интересно, что все постройки находятся на одной прямой, что словно шепчет нам о загадках и истоках древних смыслов. Но, безусловно, лидер по посещаемостям, притягивающий паломников со всей России, уникальный памятник фресковой живописи на скальный лик Иисуса Христа, считающийся одной из самых древних икон в нашей стране. Сложно сказать, какие-то нереальные. Понимаешь, это глубина веков, что-то спыло. Мифы поражают, на самом деле. Когда прикасаешься к этой истории, которой тысячи лет уже, мурашки где-то проходят. Природа, не передать словами, сама атмосфера Карачао-Черкесии, Архызу стоит того, чтобы приехать. Земля гордых джигитов и стройных красавиц, мудрых аксакалов и задумчивых скал Карачао-Черкесия раскинулась между величественных гор, которые покорили не одно сердце. Чтобы полюбоваться красотами нашего дивного края, узнать о его богатой истории, туристы преодолевают порой тысячи километров, а ввозят с собой незабываемые воспоминания. У нас много поводов для гордости, но, безусловно, одно из главных достояний нашей республики – это люди, живущие на земле своих предков, приумножая и развивая ее потенциал. Здесь мирно сосуществует сотни народов, которые говорят на разных языках и исповедуют разную религию. Пять из них являются субъектообразующими. Это абазина, нагайцы, карачаевцы, русские и черкесы. Мы – один из самых многонациональных регионов страны, и эти мы сильные. В братской многонациональной семье народов Карачаев-Черкесии живут абазины. Лингвисты считают этот язык одним из самых трудных языков мира. В нем более 60 согласных и всего 6 исконногласных звука. Несмотря на сложность произношения, Айша Аткамова называет абазинский своим любимым языком. Так, как он родной. Сейчас любовь к родной речи она прививает и своим ученикам. Для этого мы используем, конечно, и фольклор, скороговорки, стишки разные, считалки разные, песни разные, игры разные. Дети любят играть, им все интересно. Приходится использовать наглядный материал. Все, что возможно, в общем, мы используем на уроках. В Карачаев-Черкесии сохранению родных языков уделяется пристальное внимание. В школах родные языки и родная литература преподаются как учебные предметы, методическая база которых постоянно обновляется. На всех пяти государственных языках выходит учебная и научная художественная литература. На них пишут печатные, электронные издания, вещают радио и телевидение. Работают национальные театры. Родная речь – проводник культуры народов. Без неё невозможно сохранить обычаи и традиции. С малых лет каждый из нас слушал сказки, рассказы, предания из уст бабушек и дедушек, в которых ярко воссоздаётся красота родной речи и передаётся народная мудрость. Встречать и сопровождать гостей нашего павильона в Москве будет голос нашей коллеги, заслуженной артистки Карачаева-Черкесии Алики Богатырёвой. Буквально накануне она начитывала аудиогид. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я приглашаю вас стать ближе к нашим людям, к нашей республике. Приезжайте в Карачаево-Черкесию. Одним из ярких событий выставки станет продуктовая ярмарка, на которой будут представлены четыре предприятия Карачаева-Черкесии. В данной ярмарке примут участие четыре предприятия из нашего региона. Данные предприятия являются небольшими предприятиями, но довольно-таки значимыми и очень интересными. Отбор проходил в соответствии с критериями организаторов. На данном мероприятии мы представим колбасные изделия, варенье, мёд, чаи и минеральную воду. Среди четырёх предприятий, которые представят Карачаево-Черкесию на продуктовой ярмарке в Москве, станет компания «Хитсунов». Нас пригласили по инициативе Министерства сельского хозяйства. Это у нас на самом деле большая честь, очень приятно представлять республику, надеясь, что всё пройдёт замечательно. Для участия в ярмарке компании должны были соответствовать строгим критериям отбора. Например, быть относительно небольшими, но с уже узнаваемым брендом. На сегодняшний день «Хитсунов» производит более 40 видов колбасных изделий и деликатесов, сертифицированных в категории «Халяль». На выставку в Москву мы повезём свою продукцию – колбасные изделия, мясные деликатесы, а также наши новинки – консервные изделия и сырокопчёные колбасы. И будем представлять там нашу республику в целом и промышленность производства. «Хитсунов» – это семейная компания с полным циклом производства от сырья до готового продукта. Вообще компания существует более 15 лет, но в Карачаево-Черкесии мы работаем примерно 7 лет. Здесь сперва какое-то время у нас был в аренде цех, потом уже мы приобрели собственный завод и здесь развиваем уже всё производство. Кроме «Хитсунова» на продуктовой ярмарке будут представлены ещё три компании из Карачаево-Черкесии. Это производители минеральной и газированной воды, кондитерских изделий, а также варенья. Кроме того, на выставке можно будет ознакомиться с достижениями промышленного комплекса нашей республики. Напомним, что на её долю приходится более 17% внутреннего регионального продукта. Промышленный комплекс играет весомую роль в решении экономических и социальных задач развития республики. Всё больше и больше предприятий Карачаево-Черкесии открываются. Это говорит о том, что бизнес-сообщество уверено в завтрашнем дне, что они готовы инвестировать. И более того, у нас есть примеры того, когда предприятия платят деньги сотрудникам за то, что они обучаются. Промышленность Карачаево-Черкесии представлена и развивается в широком спектре производства. Например, республика является одним из лидеров России по производству минеральной воды. Только за первое полугодие 2023 года в регионе произвели более 320 миллионов литров минеральной воды. Отдельного внимания заслуживает текстильная промышленность. Например, швейная фабрика «Красный Восток» производит до 15 тысяч изделий в смену. К слову, тут отшивают постельное бельё и медицинскую одежду для нужд наших военнослужащих. На сегодняшний день мы имеем достаточно квалифицированную команду, надёжную команду, которая в состоянии справиться практически с любым гособоронзаказом. Есть предприятия, которые можно отнести сразу и к перерабатывающей их текстильной промышленности, такие как «Селена». Единственное предприятие в СКФУ полного цикла производства от сортировки до производства конечной продукции. Нельзя обойти стороной такие предприятия, как «Хабес», «Гипс», «Кавказцемент» и «ЗАО «Известняк», которые зарекомендовали себя не только на рынке Карачао-Черкесии, но и далеко за её пределами. Практически нет ни одной отрасли, где известь не применяется. Я вот в шутку всегда говорю, что ни одного грамма сахара не получить без извести. И ракета, и неядерное топливо не получается без извести. Вот такой диапазон просто огромный. Одним из самых значимых событий последних лет стало строительство «Русгидро» двух малых красногорских гидроэлектростанций. Прошу дать ваше разрешение на пуск гидроэлектростанции. Запуск, разрешаю. Получено разрешение на пуск четырёх гидроагрегатов красногорских малых ГЭС с включением в сеть в автоматическом режиме. И, конечно, потенциал развития промышленности этим не исчерпывается. Определяющим фактором роста промышленного производства стали введённые на протяжении ряда лет новые технологии и созданные высокопроизводительные рабочие места. Редактор субтитров А.Семкин